В этой ижевской семье три года назад приняли важное решение – бороться за экологию на планете при помощи разделения отходов. Терпения на мусорные ритуалы хватает у всех домашних. Здесь даже простой чайный пакетик готовы разобрать на несколько составляющих, чтобы правильно его утилизировать. У меня есть два ведра. В одном ведре обычный мусор, а в другом я складываю полиэтиленовые пакеты. Вот тут у меня бумага. Вот недавно была разделяйка, поэтому я всю бумагу увезла. А вот здесь у меня стекло, пластик, металл, крышечки от пластиковых бумаг. А особенно в это увлекательное занятие втянулся 15-летний сын. Он даже в компании сверстников заводила по всем вопросам, связанным с раздельным сбором мусора. Я точно знаю, что никогда он не выбросит никакой фантик на улице, он никогда не выбросит где-нибудь в лесу бутылку. Там никто не видит, но он не выбросит ее. Он ее заберет домой, отдаст ее мне, чтобы я ее увезла на разделяйку. Ну то есть все равно он экологичный в своем отношении. Этот школьник будет одним из главных претендентов на победу в необычном конкурсе. Рекоператор по обращению с отходами объявил для подростков акцию «Экопроездной». Ижевские школьники с 1 по 11 класс смогут обменять пластик, стекло, металл, макулатуру на безлимитный месячный проездной на три вида транспорта. Акция «Экопроездной» — это история семейная. Мы предполагаем, что ребенок вместе с родителями, бабушками и дедушками будет собирать свое вторсырье. И эта история не только про бонус, который они получат за определенное собранное количество вторсырья. Это история про обучение раздельному сбору. Потому что сегодня то, что складываются в контейнеры для раздельного сбора, лишь 20% вообще пригодны для переработки. Все остальное — это обычный мусор. И поэтому эта акция призвана и замотивировать школьников, родителей разделять отходы, ну и, конечно, научить это делать правильно. Чтобы получить проездной, школьнику нужно будет сдать на выбор 100 пластиковых бутылок, либо 70 стеклянных, или 250 алюминиевых банок, или 30 килограммов макулатуры, либо 40 килограммов всего перечисленного понемногу. Первые «Экопроездные» вручат 16 февраля. Дмитрий Вороновнин, Андрей Бусыгин. Новости. Продолжение следует...